Девчонки, всем привет! Давно меня не было, накопилось у меня много пустых баночек, спешу вам их продемонстрировать. Первое, что у меня закончилось, это такой вот дневной крем от Faberlic AirStream, кислородное питание. Очень крутой крем, могу его посоветовать, очень быстро впитывается, хорошо увлажняет кожу, имеет приятный аромат. На лето просто идеальное средство, поэтому присмотритесь. Закончилась такая вот маска от Belita Vitex, честно говоря, уже под конец у нее испортился запах, тут еще осталось немного, но выкидываю, так как к этой маске уже год. Маска, не могу сказать, что она хорошая, проходящий продукт, больше его не куплю. Увлажняет, увлажняет, но как-то вот очень липкий потом эффект после нее, поэтому не могу вам ее советовать. Далее, такой вот дезодорант от DAF, очень приятный был аромат, безумно приятный, знаете, вот такой какой-то розы, пудровый такой вот абсолютно запах, поэтому, кто любит, могу вам посоветовать, прекрасно защищал от пота. И вот на летний период просто идеальное средство. Далее, закончился у меня вот такой вот лак для волос, TAFT, Шварцков, три погоды. В общем, самая сильная фиксация, брала для того, чтобы делать локоны, локоны я уже давно не делала, здесь уже как бы ничего нет, но когда вот эти маленькие волоски в плохую, да, в погоду, вот в дождь, антенки, да, как их называют еще, он прекрасно справлялся, как бы держал прическу, в принципе, объем, поэтому могу вам посоветовать, кто пользуется. Далее, Airstream ночной уже вариант, то есть это у меня был дневной, а это ночной серия. Ночной тоже крем мне понравился очень-очень, хорошо увлажняет кожу, кожа с утра напитанная, абсолютно не пересушенная, тоже быстро впитывается, имеет приятный аромат. Из этой линейки тоже вот такой вот тоник. Тоник, пожалуй, мне понравился больше всего, потому что у него прекрасный аромат, действительно эффект бархата, как здесь заявлено, прекрасный эффект. Вы знаете, кожа сразу такая очищенная, вот не стягивает, абсолютно не содержит никаких спиртовых добавок, поэтому смело могу вам посоветовать всю данную, данную серию. Далее, закончился вот такой вот у меня спрей для ломкого волоса, имел безумно приятный аромат, это продается только в сети магазинов Простор в Украине. Он был двухфазный, бальзам кондиционер, действительно очень приятный аромат, приятная текстура, волосы быстрые и надежно распутывал, придавал им блеск, поэтому могу посоветовать. У меня он очень быстро ушел, наверное, показатель того, что действительно продукт хороший. Далее, скраб очередной от Fresh Juice, это был шоколад и марципан, прекрасный аромат, хороший эффект, такой сахарный, знаете, такой термоядерный скраб. Кому нравится такой эффект, присмотритесь, будет просто кайфовать от аромата. Далее, закончилось у меня вот такое вот кокосовое масло, органическое, с Таиланда, очень крутое. Хватило мне этой банки примерно месяца на три, я раз в неделю, два раза в неделю делала маски на ночь с кокосовым маслом. Благодаря нему мои волосы вот становятся более ухоженные, более красивые и смело могу вам всем посоветовать. И брала в интернет-магазине. Далее, такой вот у меня помятый шампунь для стимулирования роста домашнего доктора. Здесь был целый литр, пользовалась им очень-очень долго. В принципе, уже под конец он мне безумно надоел, поняла, что это все-таки не мой объем средств. Вот, поэтому, но волосы мне нравились после его использования, они были какие-то пышные, объемные, блестящие, поэтому тоже могу посоветовать. Насчет роста, не знаю, они у меня и так растут, слава богу, все хорошо. Далее, закончилась у меня вот такая вот маска от Estelle для окрашенных волос, красненькая. Мне больше всего из серии Estelle нравится зеленая для интенсивного восстановления. Это была для поддержания цвета, вот, ну, в принципе, честно говоря, не очень она мне понравилась. Все-таки дам предпочтение зеленой маске, темно-зеленой, поэтому не могу вам ее посоветовать. Вот, далее, бальзам для волос, такой вот в Ацинсе брала, бьюти формула, с медом. Прикольный бальзам, мне он понравился, очень хорошо волосы именно питал, может быть, даже немного увлажнял, но, скорее всего, питал, потому что чешуйки волос были закрыты, они легко расчесывались. Запах специфический, то есть тем, кому не нравится запах меда, все-таки не советую. А так, в принципе, отличный бальзам. Далее, такой вот батист у меня закончился, сухой шампунь, присела на сухие шампуни, особенно летом, когда на второй день голова уже жирная. Это просто мое спасение. Волосы у меня длинные, поэтому, чтобы часто не мыть, я пользуюсь и довольна, могу вам посоветовать. Приятный аромат, шикарное средство с вишней. Далее, такой вот у меня ремовер закончился, с клубничкой для снятия гель-лака. Честно говоря, гель-лак вообще не снимал, поэтому запомните упаковку, никогда не берите. Далее, как обычно, закончились у меня серия коллагеновых масок патчи под глаза и маска для носика. Хорошие, как обычно, мои любимые средства, иногда люблю себе делать такие спа-процедуры. Далее, выкидываю вот такой вот тоник, видите, он почти полный, это был двухфазный есть тоник для лица. Честно говоря, средство ужасное, кожа от него липнет, поры забиваются, выкидываю и никому не советую. Это фирма 100% натуральная, органическая, но вообще абсолютно не мое. Далее, ночной уход под рукавички для рук. Имел специфический запах, руки, да, действительно хорошо увлажнял, в составе есть масло, в общем. Ну, под рукавички скорее нет, просто такой, знаете, более плотный крем. Так, далее, вот такие вот полоски для зубов у меня закончились. Сделаю пока только два, но как бы эффект отбеливания я уже вижу, поэтому могу вам посоветовать. Заказывала их на Алиэкспресс. Стоили они где-то порядка 5 долларов курс. Решила попробовать, в принципе, ломоты зубов я не чувствовала. Отбеливает он пятнами, но потом эти пятна, они смываются и как-то, ну, адаптируются под общий цвет зубов. Поэтому смело могу вам посоветовать. Так, далее, закончилось у меня вот такое вот масло. Это была Organic Shop. Рецепты, вот, Планета Органика, вернее, извините. Масло, арктическое, источник молодости, с клюквой. Оно было красного цвета, пользовалось и под глаза, и для мимических морщинок носогубных. В общем, на все лицо иногда могла наносить, обогащать крем. Очень мне сильно нравилось. Могу вам посоветовать. Удобная упаковка. Обязательно возьму еще себе на осень, на зиму, потому что летом все-таки не рекомендуется использовать масла. А вот на зимний, на холодный период это просто шикарное средство. Могу вам посоветовать. Далее, ну, как обычно, моя любимая маслица с лавандой. Он отлично освежает летний период, поэтому могу вам посоветовать. Кожа становится просто бархатной. Так, и осталась у меня декоративка. Вот такой вот тональный крем от Seventeen с SPF 15. Абсолютно шикарный крем. Могу вам посоветовать. Стоил он буквально гривен где-то 300-400. Такой закос тюбика под мак. Мне безумно он нравился. Он перекрывал все недостатки. Он плотный. Его можно носить и днем, и вечером. У вас не будет эффекта маски. Поэтому, девчонки, присмотритесь. Просто шикарное средство и не закупоривает форе. Далее выбрасываю такой вот карандаш. Это Reflame The One. Не люблю я фломастер. Это был подарок. Но все-таки поняла, что люблю обычные подводки. Такой карандаш все-таки не мое. Хотя эффект у него хороший. Красил прикольно. Далее тушь от Faberlic. Закончилась. Закончилась. Давно мне ее дарили. У нее была вот такая вот кисть. Хорошая тушь. Правда, она немного засохла. Сразу же после... Ну, там, может, неделю я ее попользовала. Она начала сохнуть безбожно. Это ее минус. В основном делает объемные длинные ресницы. Хорошо их вытягивает. Поэтому всем могу посоветовать. Еще у нее очень прикольный запах. Я тоже на это обращаю внимание. Если средство мне нравится по запаху, то это половина успеха. Далее вот такой вот блеск для губ от Yen Sobo. Закончился. Супер текстура. Супер цвет. Не могу нигде сейчас найти. Покупала в Ацинсе. Очень мне нравится. Называется зеркальный блеск. Как и так серия. Очень прикольный. Присмотритесь. Делает губки пухлыми и шикарными. Ну, как обычно, маслица от LCF для кутикулы. Тоже шикарная. И последнее, что я вам покажу. Это будет такая основа для теней. Под тени, вернее. Отбью. Честно говоря, она мне не нравилась. Тени от нее быстро скатывались. И никакого эффекта не было. Она такая жирная. И буквально через месяц уже испортила свой запах. Поэтому я, конечно, ее добила. Но без особого удовольствия. Поэтому не советую. Все, девчонки. Это были все мои пустые баночки. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok